Макрофинансовая помощь ЕС больше не привязана к программе МВФ, но есть условия. Европейский Союз предоставит в 2023 году Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Кредитная программа МФА-Плюс подразумевает выполнение ряда условий и не связана мониториноговой программой МВФ, которая была одобрена для Украины в декабре. Об этом говорится в материале РБК Украина, хватит ли Украине денег. За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году. МФА-Плюс ЕС не связана с текущей программой мониторинга. МВФ сказал в комментарии РБК Украина заместитель главы представительства ЕС Реми Дюфло. Фактически это означает, что даже при затягивании выполнения условий по программе МВФ, что бывает довольно часто, финансирование от ЕС будет идти по графику, но конечно же, при условии выполнения обязательств по программе МФА-Плюс. Дюфло сообщил, что условия будут касаться макрофинансовой стабильности, структурных реформ и надлежащего управления, верховенства права и энергетики, а также будут включать сроки для их выполнения. На сегодняшний день окончательный вариант меморандума еще не готов. Но работа над документом идет и есть намерение с обеих сторон закончить ее как можно быстрее. Источники издания в офисе президента говорят, что каких-то четких гарантий по финансированию пока дать нельзя, поскольку ситуация нестандартная, с неопределенным таймингом. Однако пока финансирование ожидается без срывов и в необходимом объеме. Есть договоренности, что в месяц от ЕС будет по 1,5 миллиарда евро, плюс-минус. США тоже будут выделять, наверное, траншами покрупнее, как в прошлом году. Потому будем выходить на нужную сумму. Партнеры это понимают. Пока это неформальные договоренности, сказал собеседник издания. Напомним, в декабре страны ЕС поддержали предоставление 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. В 2022 году ЕС выделил Украине 7,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Продолжение следует...